Григорий, приветствую тебя! Куда ты идёшь? Расскажи, это очень интересно. Сегодня конкурс «Золотой лист». Лучшим, самым лучшим студентам в ГИКа, Щуки, всех театральных заведений, которые только есть в Москве, будут вручать мой «Золотой лист» премию. Это как Оскар сценаристам, режиссёрам, артистам, учителям, всем, кто делает наше сегодня великое, большое русское кино. А кто отбирает этих прекрасных лауреатов? Кто их комиссия? Очень серьёзная комиссия. Очень серьёзная комиссия сегодня, в силу очень серьёзных жюри. Это лучшие народные артисты, лучшие режиссёры, которые лауреаты всех мировых премий. Этот конкурс проходит на самом высоком уровне, особенно по составу жюри. Вот мне часто приходится бывать в доме кино, там вечера постоянные. Вот вечер недавно был в памяти Высоцкого, Высоцкий, Гамлет Высоцкого. Ну и там вот, когда приходишь в дом кино, полное впечатление тотального запустения. То есть, как будто там не мели несколько лет пол там и так далее. То есть, вот когда я смотрю на дом кино, у меня ощущение, что, в общем, какая-то депрессивная зона. А как вот у тебя ощущение, когда ты общаешься с молодыми? Совершенно правильно. Дело в том, что то поколение, которое уходит, вот старики уходят, после них, а что сейчас пустота? Это то, что ты назвал депрессивной зоной. Но приходит молодёжь. Она будет строить по-новому. Она полна надежд, она полна веры, она полна оппозитивизма. Совершенно недавно я сделал Высоцкого. Такого Высоцкого даже представить невозможно, что я когда-нибудь сделаю Высоцкого. Высоцкого невозможно сделать. И тут он сучился. Я создал бронзовую тень времени Высоцкого. Такой обнажённый нерв, крик. Вот сейчас я обязательно покажу тебе эту новую работу. Это моя последняя удача. Поэтому я верю в молодёжь, я верю в талант. А тоже сейчас происходят какие-то запустения, то, что там какие-то сильные миры всего, чего-то не могут поделить между собой. Всякие там театральные и там киношные бонзы. Это результат их междоусобицы. Но идёт новое время, и в новом времени всё будет по-другому. Я верю, всегда есть великое будущее. А прошлое уже было великим. А то, что остаётся от него огонь, ну что ж. Поэтому такое у тебя чувство. Вот я смотрел фильм, с моей точки зрения, очень сильный фильм, называется «Портрет в сумерках» «Ангелина Никоновой». И даже снял мастер-класс я где-то минут на 45 она рассказывала, как она делала картину. Ну и эта прекрасная картина демонстрировалась там в 5-6 кинотеатрах. Я спросил, а сколько вы получили? Она сказала, ничего. Ну вот здесь вопрос не в будущем, а в текущем. Вот ещё вот такая деталь небольшая, что вот буквально дня 2-3 назад я решил посмотреть лишний раз «Цирк Чарли Чаплина». Ну у меня есть старая DVD-шка, я её встал в компьютер, она уже не работает. Но я набрал «Цирк Чарли Чаплина» и там было, по-моему, 45 тысяч цирков, которые онлайн я посмотрел, да, минут 30, и с ностальгией выключил компьютер. Но вопрос в том, что где деньги будут зарабатывать эти молодые? Тут же идёт в онлайн. Вот прекраснейший фильм, он не так давно был. Денег она не заработала, сейчас уехала в Нью-Йорк, где она окончила кино. Ангелина Никонова. Блестящая. Отвечу. Она уже есть, она молодая, изумительно талантливая, я бы сказал, гениальный фильм. Отвечу. Я всегда говорю, нас Бог родил гениальными, талантливыми. Он нам дал уже одну зарплату, дал одну зарплату, талантом. Чего же мы всё время жалуемся и просим, чтобы нам дали вторую зарплату? Нам заплачено вперёд и навсегда. Ну а кушать-то надо, вот первому силу. Ну в отношении того, что кушать, накушать, это всегда найдётся. Тебя прокормят, если ты что-то создал и отдал. Тебя просто люди добрые накормят. А деньги не обязательно, потому что создано. Я вот недавно видел хороший фильм Параджанов. Очень хороший фильм Параджанов вышел. Потом очень хороший фильм Шагал и Малевич. То есть что-то происходит. Создают. Но, вы понимаете, сейчас всё коммерциализировано. Вот появилась коммерция. Люди хотят денег. В дискуссии никогда не было денег. Вот мы с любым сейчас великим голландским натюрмортом любуемся или пейзажем. А ведь эти великие художники в то время писали такие картины за обед, за ужин, чтобы их только накормили. И они были счастливы. Искусство никогда ничего не стоило, потому что оно бесценно, как любовь. И вот это желание, чтобы тебе платили, платили много и дорого, это, в принципе, бессовестное желание. Людей к этому приучили. Бог тебе дал бесконечную красоту. Бог тебе дал гениаль. Бог тебе дал всё. А ты ещё хочешь денег. Пусть деньги получают посредственность. Пусть деньги получают подлецы. Пусть они зализывают раны своей вот этой, своего непонимания, тем, что они никто. А гений, он счастлив тем, что он создал. Он счастлив тем, что он может. Он согласен тому, что он видит. Потому что есть вещи бесценные. Ведь кино снято, вот вы говорите, про Никонова. Она же сняла кино. Нашли здесь. Фильм есть. Он живёт. Она сняла, кстати, на два фотоаппарата. Это потрясающий фильм. Был снят, ей даже камеру не удалось достать. На два фотоаппарата. Гениально. Гениально. Там-то всё и дело. А я подарил 120 памятников в 36 странах мира. Я тоже делал за бесценок. Вот люди мне там стараются подешевле отлить, а потом я дарю работу. Работы нравятся, их устанавливают. Это норма. Что делать? Откуда-то, во что бы то ни стало требованием, что тебе должны заплатить. Мало того, что тебе всё дали, так ты ещё и требуешь заплатить. Деньги пилят, только посредственности. Вот пусть они этими занимаются. Это для них. Это их время. И на это не надо жаловаться, что кушать надо. Есть ты гениальный, есть ты талантливый. Сделай, отдай. На еду тебе всегда дадут. Ну вот, последний день Помпеи. 6 лет работал Брюлов над картиной. Казалось бы, вот кто-то должен давать, некто, да, но на самом деле деньги ему давал наш русский промышленник Демидов. Это первый пример русской олигархической живописи. То есть он 6 лет, не зная, что это будет ещё гениальным полотном, давал деньги. Потом, эта картина была уже его. Он повёз её в Париж, потом сделал специальный корабль, привёз и подарил, это практически России, да, он подарил это императору, Николаю Первому. И так это стало великим русским полотном. Но тем не менее, деньги были дадены. То есть, Брюлов не рассчитывал на большие гонорары, но он жил 6 лет. 6 лет всё-таки это довольно много денег надо было потратить, чтобы жить в Италии. Он в Италии работал над картиной. Вот как вы это прокомментируете? Как ты это прокомментируешь? Ну, счастье, когда есть меценаты, которые понимают, что нужно помочь художнику. И счастье, что этот меценат, он платит свои деньги. Поэтому то, что не нравится всем, хорошо, что понравилось только ему. А потом время покажут, кто был прав. Только так можно постичь, кому давать деньги. Деньги государство не может давать. Государство не может разобраться, кто гений, кто не гений. Собираться там в комиссии 10 людей. Вот они начинают думать, кому дать. Кому не дадут. Это будет корыто. Они дадут кому? Тому, кому захотят, кого не посчитают. Они не имеют права ошибиться. Поэтому они дадут человеку, у которого чуть больше, чем пострица. Нет, ошибиться здесь в данном случае выбор опять художника. Вот продолжая тему того же Карла Брилова, когда картина пришла в Санкт-Петербург, Николай вызвал первую Брилову из Италии. Просто вызвал, сказал, приезжай. Но он ехал, не торопясь, 6 месяцев ехал. Приехал, значит, 4 месяца из них в Москве, приехал в Санкт-Петербург. Пришел, как вы сейчас сказали, на прием к императору. Он сказал, я хочу, чтобы ты нарисовал мне картину, что вот Иван Грозный берет Казань, молится, а на переднем плане молится Иван Грозный, а на заднем берут Казань. Брилов сказал, я это рисовать не буду и уехал. То есть выбор за темой остался за художником. А деньги давал ему, деньги давал ему Демидов, вот в чем дело. Друзья, Демидов был его другом, он и давал. Вряд ли, вряд ли. Другом его была как раз, если ты помнишь, такая всадница, графиня Самойлова. Конечно. Вот она ему как раз и давала деньги. Демидов дал только на одну картину. Ну, вообще, все мы существуем благодаря друзьям. Вот меня окружает несколько моих друзей. Там, Аркадий, Сережа. И вот они мне помогают и поддерживают. Я есть. Кто мы без друзей? Они вкладывают, они верят, они тебе помогают. Вот насколько они могут тебе помочь, насколько ты сможешь сделать. И обижаться, что тебя не понимают другие и не помогают, не нужно. То есть будем надеяться, что вот те юные дарования, которые вот сегодня будут награждены, будут иметь достойных друзей. Вот так на оптимистической ноте закончим. Что ли? Друзья найдутся. Те юные дарования, если они будут искренни, если они будут отдавать любовь, они обязательно встретятся с любовью и с помощью. Это обязательно будет так. Нужно все время отдавать, а не зарабатывать. В искусстве нет понятия зарабатывать, в искусстве есть понятие любить. А когда ты любишь, всегда встречаешь любовь, тем более в искусстве. И я верю в эти юные дарования. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok